Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы становимся членом очень известного международного клуба и вместе звучала критика, хорошо ли это для России, что является ВТО, как изменит это все нашу жизнь, почувствуем ли мы на себе вступление в эту известную всемирную торговую организацию. Для того, чтобы разобраться с этим, сегодня мы пригласили в студию известного экономиста Делягина Михаила Геннадьевича. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы пригласили вас для того, чтобы разобраться с вопросом, хорошо ли ВТО для России или плохо. Я ставлю вопрос именно так, очень просто и остро. Когда в свое время господина Грефа, который сильнее всех ратовал за присоединение России к ВТО, попросили назвать экономические причины этого действия, а не политические и не идеологические, он, скажем, мягко, как говорят социологи, затруднился с ответом. Потому что таких причин на самом деле нет. Делягин Михаил Геннадьевич, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук, почетный профессор Цзилинского университета в Китае, профессор-исследователь МГИМО, академик Раен. Автор более тысячи статей в России, США, Германии, Франции, Финляндии, Китае, Индии и других странах. Автор 13 монографий, среди которых экономика неплатежей, идеология возрождения и мировой кризис, общая теория глобализации. Вы употребили очень интересное слово. Полноправный член ВТО. Вот, вы знаете, таких нет. В ВТО все вступают на разных правилах. Страны, которые в 1993 году переформатировали ВТО и СГАД, они выговорили себе очень мягкие правила, это, как правило, развитые страны. А страны, которые присоединяются потом, они присоединяются на более или менее кабальных условиях. И мы присоединяемся к ВТО на условиях, значительно менее выгодных, чем большинство его нынешних членов. В ВТО имеет смысл вступать в двух случаях. Первый случай. Если страна производит и экспортирует большое количество высокотехнологичной гражданской продукции. Конкуренция на этих рынках действительно запредельно жесткая. И тогда нужно обязательно быть в ВТО, потому что ВТО это система сложных торговых споров. Вы можете себя относительно защищать. Мы, по-моему, даже шариковых ручек уже больше не производим. И тем более мы высокотехнологичную продукцию не экспортируем гражданскому назначению. Поэтому это не про нас. А вторая причина. Если ваш экспорт ограничивается именно потому, что вы не член ВТО. Это касалось Китая, когда он начинал процесс. Потому что страны Юго-Восточной Азии не хотели китайского текстиля. Он обозначил уничтожение местной текстильной промышленности. А санкции, которые накладываются сейчас на российский экспорт, то есть в целом наши потери от санкций, они не превышают 5% объема российского экспорта. При этом, если мы начнем разбираться, какие из них связаны именно с тем, что Россия не член ВТО, то мы найдем сущие крохи. С экономической точки зрения, присоединение России к ВТО акт абсолютно бессмысленный. Он не нужен никому. Неужели вступление в ВТО, я сейчас уже несколько другим термином назову этот процесс, является катастрофой для нашей страны? Она не является катастрофой. Потому что, судя по вашим ответам, это очень плохо. Нет, есть очень плохо, есть катастрофа. Это разные вещи. Но мы видим, скажем, что присоединение к ВТО в рамках этого присоединения Евросоюз выдвинул абсолютно абсурдное, не имеющее никакого отношения к правилам ВТО требования об удорожании российской энергии и о повышении цен на газ на внутреннем рынке до европейского уровня. Что очень понравилось нашим лоббистам из «Газпрома». И все 2000-е годы лоббисты из «Газпрома» говорили, ребята, мы здесь ни при чем. Мы рады оставить цену, но прежде не можно. Но вот европейцы требуют, мы же хотим присоединять эту. Нужно идти на жертву. В результате у нас сейчас стоимость электроэнергии для промышленных производителей уже в ряде случаев дороже, чем в Америке. И скоро будет дороже, чем в некоторых местах в Европе. Да, бензин на наших заправках действительно уже дороже. Естественно, нет. Но это произвол монополистов, а не присоединение к ВТО. И это наносит тягчайший урон всей нашей экономике, разрушая ее конкурентоспособность. С другой стороны, 11 лет идут разговоры о том, что если мы не вступим в конце этого года, то мы все умрем. Я цитирую близко к тексту заявления господ либералов. При этом реальной подготовки к присоединению КУТО не ведется. Не ведется подготовка должным образом подготовленных юристов. Должным образом, раньше это называлось товароведы. Сейчас, может быть, маркетологи, не знаю. Не ведется подготовка бизнеса, потому что бизнес может защищать свои права в ВТО. И тогда, когда его ущемляют в чем-то, а когда он должен образом организовывать. Но вот кто правила ВТО читал, те самоорганизуются таким образом. Остальные раздроблены по бесчисленному количеству этих саморегулируемых организаций. И непонятно, что они будут делать. Это какая-то унификация. Я говорю, может быть, от лица такого среднего бизнеса. У меня очень много коллег, которые пытались, производя какой-то товар совершенно, может быть, в небольших количествах, пытались продать в той же Европе, в той же Америке. И всем говорили, ребята, вы не члены ВТО. Вы подождите, потому что у вас и налог побольше. И вот ваше место там в очереди. Поэтому, может быть, вот здесь есть. Я хочу продать вам чай. Чашку чая. И вы говорите, нет, вы знаете, мне ваша чашка чая очень нужна, но я ее у вас не куплю, потому что вы не член ВТО. Ну, во всяком случае, эта тема, она косвенно всегда как бы нас отодвигала в стороночку. Ребята, вы вообще даже вот где-то рядом. Это одна сторона. Вторая сторона все же очень простая. Скажем, мы сегодня завозим, ничего не производя, собственно, серьезно сегодня в нашей экономике, мы все завозим к нам из-за рубежа. Это и Китай, это и Европа. Так вот, в соответствии с правилами ВТО, с законами, с какими-то нормативными, скажем так, законами. Там есть соглашения, которые по-разному применяются. Эти пошлины все же будут снижены. Будут снижены. Там уже есть какие-то, так сказать, такие информационные всполохи о том, что да, вот на этот товар все же цена будет уменьшена и так далее. Насколько, может быть, для граждан это лучше? Граждан, которые потребляют иностранные товары. Знаете, мы это проходили в 92-м году, когда реформаторы говорили, что, ну, зачем вы будете покупать эту плохую, недорогую советскую технику, эти плохие, дорогие советские вещи. Давайте мы уничтожим заводы, на которых вы работаете, и вы будете покупать прекрасные, дешевые импортные изделия. Когда вы уничтожили заводы, на которых работали граждане, пришли прекрасные, дешевые импортные изделия, вдруг выяснилось, что для покупки этих прекрасных изделий нет денег у этих граждан, потому что они уничтожили заводы, на которых они работали, и они не смогли, им негде было заработать денег даже на покупку дешевых изделий. Когда вы уничтожаете свою экономику путем, так сказать, чрезмерной внешней конкуренции, то вы после этого сталкиваетесь с тем, что да, у верхних 10%, в нашем случае у верхних 18% по социологии, эта доля может начать снижаться, есть деньги для того, чтобы купить простую бытовую технику. У остальных, ну, простые изделия какие-то, у остальных этих денег нет, просто потому, что им негде эти деньги заработать, рабочие места ушли. Кстати, есть общее правило, ну, если не происходит таких, так сказать, изменений в режиме страны, как и страны, входит в Евросоюз, или входит в зону евро, в общем случае, в страну приходят либо товары, либо инвестиции. Если я могу ввести в страну товары, произведенные многие, я не осуществляю туда инвестиции, зачем мне рисковать капиталами? Я лучше буду рисковать маленькими порциями товаров, а рабочие силы будут сохранять, рабочие места будут сохранять там, где они есть. Что касается того, что это сильно облегчит наш экспорт. Ну, во-первых, еще раз, мне неизвестны российские предприятия, которые в сколь-нибудь заметных масштабах способны осуществлять экспорт высокотехнологичной продукции. А все страшно переживают, что против нас сейчас, ах, 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 применяют антидемпинговые меры. Дорогие коллеги, вот читайте первоисточники, если мы будем членами ВТО, против нас нельзя будет применять антидемпинговых мер. Против нас можно будет применять компенсационные меры. То же самое, только в профиле. Разница заключается в том, что для применения компенсационных мер, это более сложная процедура, поэтому нужны более дорогие адвокаты. Поэтому, если вы продаете пять чашек, ну, расходы на адвокатов оказываются слишком высокими, и вы можете проскочить на рынок. А если вы продаете десять чашек, расходы на адвокатов оказываются незначительными, и вас все равно задают. Ну, вместе с тем нас поздравил Барак Обама. Это поздравление прозвучало на саммите АТС в Гонолулу. И, кстати, пообещал, пообещал сделать все для того, чтобы отменить поправку Джексона Веника, наконец, о которой мы многое говорили. А, это потому, что проклятые коммунисты до сих пор не выпускают из Советского Союза несчастных евреев, да? Вот коммунисты не выпускают из Советского Союза евреев в 2011 году, и поэтому Барак Обама, может быть, сделает нам шаг навстречу. Поправка Джексона Веника. Поправка 1974 года конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Веника к закону о торговле США. Поправка Джексона Веника запрещалась предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам социалистического блока, которые нарушали или серьезно ограничивали права своих граждан на иммиграцию. Формально эта норма была введена из-за ограничений на иммиграцию советских граждан. Однако действовала она и в отношении других стран – КНР, Вьетнама и Албании. Поправка Джексона Веника сохраняет действия в отношении России. Другой способ поздравления, которым нас поздравили уважаемые коллеги из Соединенных Штатов на саммите в Гонолу, они любезно проинформировали нас. Это был жест с доброй волей. Их никто за язык не тянул, даже вопросов не сдал. И нас проинформировали, что плавучие сегменты ПРУ на кораблях будут размещаться в Черном море, в Балтийском море, в Северном море и в Баренцевом море. И когда им начали задавать вопросы, ребята, вы же говорите о корейских ракетах, вы же говорите об иранских ракетах, как же вы будете собираетесь перехватывать иранские ракеты из Северного моря? И сказали, да вы что, мы собираемся перехватывать иранские ракеты. О чем вы говорите? Какие иранские ракеты над Северным морем? Это было реальное поздравление, которое было пронесено господину Медведеву и прочим господам, уважаемым президентом Обамой. И, знаете, Горбачева тоже много с чем поздравляли. И с выводом войск из Германии, и с падением Берлинской стены. Он, по-моему, до сих пор лучший немец считается и все остальное. Но если президент Медведев хочет быть лучшим американцем, по аналогии с господином Горбачевым, тогда, наверное, он все делает правильно. Но остается только обратить его внимание, что он все-таки является президентом пока не Соединенных Штатов Америки. И даже не концерном, не корпорацией Кока-Колу является президентом немножко другого образования. Должен заботиться, соответственно, не о поздравлениях со стороны своих стратегических конкурентов, а о исполнении своих прямых служебных обязанностей. Но вместе с тем мы сейчас в этом году достаточно позитивно восприняли решение о том, что мы увеличиваем затраты на оборону, офицеры улучшили свое материальное состояние. То есть это же тоже такой фактор заботы государства о наших вооруженных силах. Я, может быть, имею в виду не международную какую-то нашу позицию, но это вот на самом деле. Тогда бы мы не тратили деньги на вооружение, не строили новые подводные лодки. Вот как вы считаете по этому поводу? Вы знаете, наш бюджет устроен довольно специфично. Вот в Советском Союзе было понятно, что если мы тратим, и даже в 90-е годы, что если мы тратим деньги, скажем, на здравоохранение, то это сопровождается тем, что эти деньги приходят в здравоохранение. А сейчас очень интересно. У нас происходят параллельно два процесса. С одной стороны, уничтожение вооруженных сил Российской Федерации. Когда за два года после известной войны с Грузией боеспособность нашей группировки, Северо-Кавказской, снизилась в полтора раза из-за проведения так называемой военной реформы. И одновременно с уничтожением вооруженных сил, кстати, военно-промышленного комплекса тоже. Там недавно был скандал. Министерство обороны выразило негодование, связанное с ними люди, тем, что российский ВПК не может производить надувные танки. Их сдувает ветром. Я поясню эти танки для того, чтобы водить в заблуждение натовские самолеты. При этом натовские самолеты пользуются источниками тепла, и они прекрасно видят, что это муляж, потому что там нет источника тепла. Он не греется. И придется, может быть, даже закупать их по импорту. И одновременно с этим идет безумный рост военных расходов. Как будто мы участвуем не только в холодной, но и в настоящей горячей войне. У нас уже несколько лет по приоритетности военные расходы вторые на месте после финансовых спекуляций федерального бюджета. Под словом спекуляции давайте поясним, что вы имеете в виду. Мы имеем в виду расходы на государственный долг, обслуживание выплаты по процентам, когда государство берет взаймы деньги, имея безумное количество неиспользуемых финансовых ресурсов. В настоящее время неиспользуемые средства на счетах федерального бюджета, которые лежат без движения, 6,2 трлн рублей. Это деньги, которые... Это более чем половина годовых расходов Российской Федерации. Ну, федеральный бюджет, да. А при этом еще государство берет взаймы и платит за них довольно приличные проценты. Эти проценты растут быстрее всего. На втором месте по росту расходов это военные расходы. Я хотел бы увидеть рост боеспособности российских вооруженных сил. К сожалению, ничего кроме невоспроизводимых высказываний в приличном обществе офицеров Российской Армии я не слышу. Да, у них повысилось довольствие, это очень хорошо. И, наверное, будет повышаться дальше. Но по части боеспособности, я не специалист в этой сфере, но, к сожалению, у нас все очень и очень плохо. Когда вокруг нас размещают ПРО, предназначено для того, чтобы российские стратегические ракеты перестали быть средством сдерживания. И чтобы нас можно было бомбить так, как Ливию. И делать с нашими руководителями то, что сделали с Каддафи. И в этой ситуации мы радуемся тому, что нас похвалил президент Барак Обама. Ну, что называется, молодцы ребята. А других аргументов у вас совсем нет. Михаил Геннадьевич, хочу задать еще более простой вопрос. Вот житель России, он почувствует вступление в ВТО? Значит, первые два года он не почувствует ничего. Вот 12-й год, он не почувствует ничего. И, скорее всего, не почувствует ничего в 13-м году. Ну, средний класс немножко порадуется, потому что, может быть, немножко снизит пошлина на ввоз поддержанных автомобилей, на что-нибудь еще. Ну, уже радостно. Уже радостно, да. Я сказал, немножко снизит. Так, слушай. А что будет через два года? У нас сейчас полностью раскрыта экономика. Полностью открыта. Страны, которые присоединялись к ВТО, они старались в ходе присоединения уже повысить тарифные барьеры, чтобы улучшить свою переговорную позицию, а потом плавно снижаться. Мы этого не сделали, мы, наоборот, снижали, мы открыты настижь полностью. Правила ВТО. В ВТО есть два, на самом деле, подводных камня. Первое. Нельзя усиливать интегральную защиту национального рынка. То есть, пожалуйста, мы в рамках ВТО можем завтра сделать пошлину поддержанной автомобиле 100%. Пожалуйста. Но тогда придется пропорционально снизить уровень защиты всех остальных рынков. Общий уровень защиты экономики повышать нельзя. А это означает, что о комплексной модернизации можно будет забыть. Почему? Потому что, когда вы создаете новые предприятия, на первом этапе глобальную конкуренцию никто не отменял. Все сразу его конкуренты сбрасывают цену, готовы отдавать свою продукцию даром, лишь бы этого предприятия не было, лишь бы у них не вырос конкурент. Мы это помним по временам гуманитарной помощи Советскому Союзу. Чтобы зачистить наш пищепром и открыть рынки для своих предприятий, были готовы отдавать все, что угодно, бесплатно. И это и завозилось тогда бесплатно. Да, это спасло многим людям жизнь. Это правда. Но это имело и второе дно. И это всегда имеет второе дно. Поэтому для того, чтобы предприятие могло встать на ноги, на этапе первого его становления нужно его защитить. Если у нас такое предприятие одно, мы в рамках ВТО это сможем сделать. А если у нас таких предприятий 50, то уже не сможем, потому что общий уровень защиты придется повышать, а это запрещено. Раз. Второе. В условиях глобального кризиса все усиливают протекционистские меры, потому что всем не хватает спроса и все защищают свой спрос, свой рынок, своих производителей. Россия является единственным членом большой двадцатки, который не усиливает протекционистскую защиту своей экономики. Это вопрос сегодня в мире выживания. Мы юристов не готовим в должном количестве. Мы бизнес не готовим в должном количестве. То, что делают американцы, китайцы и все остальные в рамках правил ВТО, мы не сможем сделать, по крайней мере, первые лет семь, потому что мы не готовим для этого правовую инфраструктуру. И мы окажемся в ситуации, когда, как говорят наши реформаторы, ну что ж, да, да, конечно, мы не сможем повышать тарифы, но мы всегда сможем сделать девальвацию рубля. Обратите внимание, август прошлого года девальвацию рубля на ровном месте, сентябрь этого года девальвацию рубля почти на ровном месте. Вот такие встряски нам предстоит переживать, и чем дальше, тем сильнее. Просто для того, чтобы сохранить хоть какие-то рабочие места в нашей стране. А второй барьер, который позволяет защищать экономику, он коррупционный. Отказавшись от цивилизованных мер защиты рынка, мы встанем перед выбором или уничтожения национальной экономики и движения по пути Киргизии, в которой больше нет государства, насколько я могу судить. И, или второе, защита своего рынка периодическими девальвациями и коррупционным барьером, извините, это лекарство, которое намного хуже болезни. Вот наша славная перспектива. Мы вступили в ВТО. Факт, скажем так. Мы сейчас еще не вступили. Ну, факт свершившийся, потому что речь идет о том, что в каком-то уже небольшом периоде... Еще Украина нас теперь может затруднить. Да. Вот в этой ситуации задаю тоже такой, может быть, сакральный вопрос. Кому это выгодно? Кто лоббировал эти интересы? Кто эти люди, которые, по вашим словам, значит, будут вести нашу экономику к краху? Значит, первое, это глобальные корпорации, которые боятся, что когда-нибудь... А кто? Назовите эти корпорации тогда нашу. Нет, глобальные корпорации. А, глобальные мировые корпорации. Транснациональные корпорации. Практически все. Которые продают что-то нам и понимают, что сейчас все очень хорошо, сейчас рынок открыт. Теоретически русские могут одуматься и защищать свой рынок, начать что-то производить сами. Зачем нам это надо? Нужно лишить их этой возможности, чтобы они сами под этим подписались. Это раз. Второе. Значительная часть российского бизнеса, который, с одной стороны, честно заблуждается. Просто заблуждается? Просто заблуждается. Извините. Официальный перевод соглашения ВТО на русский язык, в котором не было чудесных ошибок, вроде пропущенной частички «не», появился в конце 2004 года. Тираж был 4 тысячи экземпляров. Издан он был на деньги канадского правительства, российскому правительству. Это было не нужно. Так что многие просто не очень понимали, о чем идет речь. И считали, что ВТО – это цивилизация, это интеграция, это хорошо, потому что интеграция всегда хорошая. Вторая категория нашего бизнеса – это импортеры. Я завожу и продаю здесь иностранные автомобили. Я заинтересовался в том, чтобы была ниже пошли. Конечно, заинтересовался. Мне плевать на то, как будут жить люди в Тольятти, мне плевать на то, как будут жить люди в Набережных Челнах, мне плевать на то, будет в России промышленность или не будет. Мне нужно продать максимальное количество иностранных автомобилей. Я бизнесмен, я не государственный деятель, это мое право. Естественно, я руками и ногами за снижение пошли. Дальше. Я крупный бизнесмен. Я боюсь, что меня раздавит, что завтра ко мне придет группа товарищей, может быть, даже в штатском, и скажет, дорогой друг, у тебя очень хороший бизнес. Отдай, пожалуйста, половину, а то мы тебя посадим. Ну, как это обычно бывает в нашей стране. Ну, кому-то говорят четверть, кого-то просто сажают без предупреждения. Кого-то уничтожают. У всех бывает по-разному. Ну, все этого боятся. Что делать? Он сказал, что я за присоединение к ВТО. Я цивилизованный человек. Мне совершенно плевать. Да, я продаю в основном сырье, но у меня есть пара мотостроительных заводиков. Но, вы знаете, я думаю, что они выживут. А если они не выживут, то в масштабах моей корпорации это не страшно. Я за ВТО, потому что ВТО – это хорошо. Всемирная торговая организация. Международная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений. ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Штаб-квартира организации расположена в Женеве. Задачей ВТО является установление общих принципов международной торговли. Работа организации опирается на основные принципы, среди которых равные права. Члены организации обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле. Это означает, что преференции, предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех остальных членов организации. Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны быть взаимными. Прозрачность. Члены организации должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за предоставление информации другим членам Всемирной торговой организации. Российский вопрос должен быть рассмотрен 16 декабря на министерской конференции ВТО в Женеве. Россия станет членом Всемирной торговой организации не позднее, чем через 220 дней после этого срока. За этот период должна пройти ратификация и процесс одобрения правительством Российской Федерации основных соглашений с ВТО. Мы на сегодняшний день имеем неконкурентные отрасли промышленности. У нас экономика неконкурентна. Так вот, я хочу завершить свою мысль. Если мы действительно открываем границы и сюда идут товары западных стран, корпораций. Может, это подстегнет нашу промышленность, когда наши чиновники, которые увеличивают себестоимость своими коррупционными схемами, они скажут, ребята, мы вошли в глобальный мировой торговый мир. Давайте все же как бы жить по-честному. Я буду меньше воражен. Может быть, да, действительно, может быть, это поможет нам уничтожить нашу коррумпированную среду. Давайте обсудим на конкретном примере. Вот наша обрабатывающая промышленность по своему уровню конкурентоспособности соотносится с международной, ну, с западной, с китайской, ну, примерно, как я, с любым из братьев Кличко. Как вы думаете, если мне сейчас выпустить на ринг с любым из этих братьев? Это подстегнет мою конкурентоспособность? Это позволит мне стать хорошим боксером? Перед тем, как выйти на ринг, у вас будет там какой-то период, вы будете тренироваться, бегать и так далее. Нет, 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 у нас уже сейчас пошлины снижены. Я уже сейчас на этом ринге, из меня уже сейчас делают котлету. Просто потом мне скажут, а у тебя не будет передышки, полежать в больничке. Теперь так будет всегда. И пока тебя не забьют, ты будешь здесь. Может быть, вот наши коррумпированные чиновники тогда спасут нашу экономику, которые будут выстраивать какие-то барьеры для вот этих западных товаров и пропуская все же свои, где у них есть доли. Как в такая позиция? Вы знаете, на импорте можно украсть, это же торговля. Это быстрый оборот. А в производстве оборот медленный. Поэтому с торговлей можно украсть значительно больше, чем с производством. И значительно чище и аккуратнее, потому что там схема попроще. Дорговую фирму можно закрыть, открыть другую. Попробуйте открыть новый завод на месте АвтоВАЗа. 20 лет никто не может. А мы же все это проходили, на самом деле, в начале 90-х годов, когда была точно та же самая риторика. Один в один откроемся международной конкуренцией и быстро оздоровимся. И наши чиновники тоже сразу станут умными, потому что они тоже начнут конкурировать. Улица Красных Нефтяников, не физическая улица с таким названием, а образ на Кипре появился, уже существовал в 1994 году в результате всей этой политики. Вы знаете, коррупированный чиновник – это преступник. Если с коррупцией не бороться, как с преступлением, то он честным не станет. Если мы хотим, чтобы в Российской Федерации жили какие-то люди, физически жили, они должны где-то работать. Трудолюбивые соотечественники Средней Азии могут работать вместо экскаваторов, копать землю. Если мы хотим, чтобы здесь жили люди с минимальным образованием, для них должны быть соответствующие рабочие места. А для того, чтобы они могли что-то производить, находящее спрос на этих рабочих местах, должен быть хотя бы на уровне Евросоюза, не на уровне Японии, не на уровне Соединенных Штатов, на уровне Евросоюза, на уровне протекционистской защиты. Это вопрос выживания. Вы считаете, что этот уровень защиты сейчас для нас будет уже недоступен? Что мы лишились этой концептуальной части со вступлением в ВТО? Мы присоединяемся к ВТО, мы лишаемся возможности повышать общий уровень протекционистской защиты экономики. Еще более простой вопрос вам, как специалисту-экономисту, человеку, который занимается много-много лет и знает наши структуры, экономические структуры. Очевидно, вы с ними и консультируетесь. Хорошо. Предпринимателям, которые хотят, чтобы их не уничтожили, крупные предприниматели, им будет хорошо, потому что у них и так очень много средств, миллиардов, они покупают, продают. Но все же, вот вы даете такой очень нелестный, скажем, ваш прогноз, он ставит несколько в тупик. Неужели через 2-3 года ситуация, по вашему мнению, будет ухудшаться? Ну как же нам быть тогда? Как нам жить уже в этом мире? Ну, во-первых, если нефть будет стоить 200 долларов, то просто значительная часть людей из рабочих перейдет в разряд социальных иждивенцев. И из бизнесменов перейдет в разряд социальных иждивенцев. Простой пример. Вы сказали, у нас есть правительство. Я согласен, что оно есть. Может быть не у нас, но есть. Но вот послушайте, это самое правительство. Фиксируют две вещи. Первое. Объем государственной помощи сельскому хозяйству Российской Федерации чудовищно низок и совершенно недостаточный. По сравнению со странами ВТО? По сравнению со странами ВТО. Ну, там есть разные страны. Там в 4 или в 5 раз дотация больше. Нет. Там есть страны кернской группы, в которых просто нет дотации. Австралия, Новой Зеландии, Аргентина и прочие замечательные люди. Там есть страны с запредельно высокими дотациями. Япония. И с запредельно высокими тарифными барьерами. Если вы хотите ввести рис на территорию Японии... Да-да-да, 500%. Ну, там 336, по-моему. Нет, не суть. Около 500%. Но из тех стран, которые поставляют к нам продукцию, импортируют к нам продукцию, да, там уровень поддержки значительно больше. В результате мы получаем шуточку о том, что в Москве дешевый магазин – это тот, в котором картошка не французская, а египетская. Но теперь будет не французская, а израильская. В Египте теперь долго не будет ничего. Так вот, в 2014 году, уже давным-давно, год назад подписанным соглашением, в 2014 году объем поддержки российского сельского хозяйства будет значительно ниже, чем сейчас. Если действительно на каком-то этапе, скажем, мы почувствуем, что давление со стороны ВТО, со стороны стран, крупнейших стран, оно усиливается, так мы же просто можем взять, да и не выполнять все это дело. Не можем. А что будет, если мы не выполняем просто? Закрываем границы, датируем свои отрасли, нарушение этих правил. Что произойдет вообще? Что произойдет? Знаете, если вы нарушаете международные договора, к вам применяют санкции. Ну, применили. В каком смысле? Что это для нас? Простая вещь. Существует огромная номенклатура товаров, в основном химических. Так называемого критического импорта. Без которых российская химическая промышленность превращается в набор химических бомб, которые просто взрываются. И простое сокращение объемов поставок... Нам. Нам. Сокращение критического импорта ставит вопрос, а, о существовании целых заводов, и, б, о существовании людей, которые вокруг этих заводов живут. Но прекращают поставку, они тоже несут убытки, понимаете? Они несут убытки. Но вы прекрасно помните, как в начале 90-х годов Соединенные Штаты Америки доплачивали Чешской Республике 20% от всего потребляемого ими газа. Субсидировали. Чтобы они покупали газ не у России, а у Норвегии. Он был на 20% дороже, чтобы перебить конкурентов. Это была политика. Это была политика. Когда возникает вопрос о необходимости обеспечения международных договоренностей, возникает политический фактор, и люди готовы идти на временный коммерческий убыток. Это я привел один пример. Второй пример. Сдается деликатный вопрос российским переговорщикам. Приехала делегация переговорщиков на переговоры. Министр, есть пример, где еще. Ребята, вы знаете, нам плохо, поэтому мы обязательство выполнять не будем. Да. Там враги народа, мы парочку посадим, может быть, парочку уволим. Мы не будем это выполнять. Стандартный вопрос будет задан в следующем. Дорогие друзья, прекрасно. Вы знаете, у нас тут недавно началась кампания по борьбе с коррупцией. Вот, вы знаете, вот прямо сейчас, не сходя с места, мы заморозим ваши активы и будем их проверять на предмет, легальны ли они. Нет, очень может быть, что они легальны. Если они действительно получены законно, без злоупотребления, служебного положения, без налоговых мехинаций, и вы сможете все это доказать, прекрасно, годика через три вы получите к ним доступ. Вы не волнуйтесь. Мы верим, что вы честные люди. Вот, как раз сейчас мы хотим перейти к вопросу о мировом экономическом кризисе. В Гонолулу с 11 по 13 ноября прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества ОТЭС-2011. В форуме приняли участие главы 19 государств, а также руководители администрации Гонконга и китайского Тайваня. Саммит был сфокусирован на проблематике стимулирования экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях нестабильности мировой экономики. Лидеры обсуждали вопросы, связанные с обеспечением экономического роста и занятости, содействием зеленому развитию, повышением энергобезопасности и энергоэффективности, сближением национальных систем государственного регулирования экономики. Хозяином форума ОТЭС-2011 выступил президент США Барак Обама. Американский президент достиг принципиальной договоренности с руководителями восьми других стран-членов ОТЭС о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получившее название «Транс-Тихоокеанское партнерство». С окончанием форума в Гонолулу представительство в ОТЭС перешло от США к Российской Федерации. Алоха! Следующий саммит пройдет на Дальнем Востоке России 8-9 сентября 2012 года. Вопрос, который мы задаем всем экономистам, которые находятся в нашей студии, что кризис, собственно, он начинается, он находится в середине пути или он завершает? Это не кризис. Это переход к некоторому качественно новому состоянию, не только экономике, но и человечеству. Все социальные отношения, которые у нас есть, начиная с личных и включая экономические, они приспособлены к индустриальным технологиям. Сейчас они перенастраиваются на постиндустриальные технологии. Это трансформация, которая не видна конца, потому что, строго говоря, мы не знаем, что такое постиндустриальные технологии, что следует от самого названия. На данном этапе это информационные технологии. Дальше, скорее всего, будут биологические технологии. Что будет дальше, мы не знаем. В экономической сфере все довольно прозаично. Есть глобальный рынок, на глобальном рынке возникли глобальные монополии. И поскольку интенсивность межпланетных сообщений пока недостаточна для того, чтобы получать конкуренцию извне, эти глобальные монополии, как положено, начали загнивать. Симптомы этого загнивания – нехватка спроса и угроза падения в депрессию. Когда у вас сжимается коммерческий спрос, а это признак предстоящей депрессии, единственный способ выживания – это замещение сжимающегося коммерческого спроса государством. То есть государство вливает в экономику деньги. Государство становится таким активным игроком на рынке и вливает для того, чтобы сохранить эти предприятия, сохранить платежеспособный спрос, оздоровить банковскую систему. Выхода два. Либо сжигание этих долгов с высокой вероятностью падения в депрессию, либо размывание этих долгов путем инфляции и, соответственно, их обесценения. При этом совершенно возможно, что эти пути окажутся скомпенсированными. Все понимают, что делать с инфляцией. Все смертельно боятся депрессии. И при этом никто не хочет принимать решения. Стихийно может возникнуть инфляционный вариант. И когда с инфляцией начнут бороться испытанными мерами монетаристскими, ситуация свалится в депрессию. То есть эта перспектива крайне неприятная, но это перспектива не ближайших двух лет. Вот Россия, потому что очень много сейчас разговоров на эту тему, комментариев и средства массовой информации постоянно держат эту тему в ракурсе своих интересов. Все же Россия может избежать каких-то потрясений в ближайшие два-три года. Это очень важно для людей, которые планируют свои бюджеты, у которых есть семьи. Технологически это возможно. Что для этого надо сделать? Для этого надо разрешить в сложных ситуациях по решению трех людей. Министр финансов, председатель Центрального банка и президент. Ну, если захочется, то и премьера, но согласительная права голоса. Вводить налог, который спас в 1998 году две совершенно разные экономики. Самую либеральную экономику из неразвитых стран того времени Чили и самую авторитарную экономику неразвитых стран того времени Малайзию. Абсолютно разные экономики, механизм был один. Ограничение вывода спекулятивных капиталов. Большой налог на вывод спекулятивных капиталов. Сейчас у нас все открыто. У нас все открыто, Настя. Но сделать это нельзя, потому что это ущемление интересов глобальных спекулятивных капиталов. Что, как я подозреваю, наше руководство не может себе позволить ни по интересам идеологическим, ни по причинам идеологическим, ни по причинам коммерческим. Без этого мы открыты, Настя, при этом мы слабы, потому что у нас нет собственной экономики. В мире насморк, у нас туберкулез. Классический пример. Снова вводим запрет на вывоз валюты. Не запрет на вывоз валюты. Ну, ограничиваем. Или налог вводим. Что в критической ситуации на определенный срок может вводиться такой налог. На вывод спекулятивного капитала, который в стране был меньше года. Что такое спекулятивный капитал? Капитал, который был введен в страну и пробыл здесь меньше года. Если у вас есть завод, доводите все, что угодно. Еще страшно. Придется вернуть потом. У нас достаточно приличный международный резерв. Мы, так сказать, вывод не спекулятивного капитала. Не отпугнет, это инвестора международного, который побоится просто. Вы знаете, 95% того, что наше уважаемое руководство называется иностранными инвестициями, является кредитами. И что их все равно придется возвращать. Но Китай в свое время, вообще экономическое чудо Китая, было основано на как раз свободном движении капиталов. Экономическое чудо Китая было основано на деньгах иммигрантов, которым были созданы эксклюзивные условия. Российская Федерация этого ресурса не имеет. А первый этап, стартовый этап китайских реформ, это были деньги Хуа Цао в чистом виде. Включая Тайвань, включая тогдашний независимый Гонконг, английский Гонконг и так далее. То есть, они поверили Дэн Сеопину в тот период? Мао Зуу создал институт, который Дэн Сеопин разрушать не стал, отлично от господина Горбачева, а переориентировал на нужды развития национальной экономики. Точка. Причем, когда военные начали сильно возмущаться, товарищ Дэн Сеопин не стал возражать, но дал ему сломать шоу его в Вьетнамской войне. Вот ситуация в Европе, она нарастает, она все время так бурлит. Смена греческого руководства, смена итальянского руководства. И вдруг совершенно неожиданно звучит информация о том, что и в Германии не все в порядке. Значит, падают рейтинги бумаг по обязательствам государств. Вот как вы относитесь вообще к ситуации в Европе? Есть ли выход в этой ситуации? Как это может отразиться на нашей экономике? Слушайте, с одной стороны, если падает рейтинг Соединенных Штатов Америки, уж всем остальным сам Господь Бог велел. Так что ничего странного в этом нет. Как это влияет на нашу экономику, мы видели, прости Господи, в сентябре месяце. В Европе возникли опасения возможности банкротства Греции. И просто стали обсуждать эту вероятность. У них возникла паника, потому что риски по греческим долгам, никто не знает, как они распределены среди банков. Никто не знает, какие правительства свои банки будут защищать, какие нет и как. Ну, все знают единственное исключение. Кировские банки будут спасены Российской Федерацией. Это важнейшая часть российской экономики. Вынесено. Вот такая пищеварительный тракт, вынесенный наружу. Но все остальное неопределенно. И понятно, так сказать, по логике, что 2-3 серьезных банков крупных придется закрывать. Какие непонятные? Соответственно, резко сократилось межбанковское кредитование. Ну, зачем же кредитовать? Я дам вам кредит, а вас завтра не будет. А сокращение межбанковского кредитования означает нехватку ликвидности. Неострую, не как у нас в 90-е годы. Просто немножечко не хватает даже не денег, а вот текущих свободных денег. И как пылесосом эти деньги высосало с неразвитых рынков окружающих, в том числе с нашего. И мы получили падение фондового рынка, который до сих пор не восстановился. Мы получили обесценение рубля, которое до сих пор не компенсировано. Ну, паники, слава богу, не возникло. Мы получили глубочайшую степень неопределенности и изумления. У них возникло обсуждение вопроса, не стоит ли обанкротить маленькую страну с непроизводительной экономикой, которая, в общем-то, является больным человеком еврозоны. У нас, да, мы вступили в зону свободного падения. У них насморк, даже у них обсуждение насморка. А у нас туберкулез, пожалуйста. А если такое обсуждение возникнет в отношении Италии, то у нас будет плохо. Правда, я уверен, что оно не возникнет, потому что они уже горьким опытом научены. Они это дело будут как-то решать без того, чтобы пугать общество. Вот все же выход из зоны евро, да, там около 16 или 17 стран в зоне евро у нас, выход, скажем, Греции. Ведь этот вопрос обсуждался достаточно серьезно. Да, и Папа Андреу, кстати, и был так, так сказать, он фланировал между двумя вот этими позициями. Помните, когда он объявил референдум, все пришли к пониманию, что на референдуме, конечно, поддельно. Это я сейчас буду обсуждать вопрос о том, лететь мне в космос или не лететь мне в космос. А при том, что по состоянию здоровья он туда все равно не возникнет. Чем все же выход из зоны евро, скажем, той же Греции, например, да, способствовав какому-то экономическому кризису или нарушению стройности политической системы Евросоюза? Выход из зоны евро обсуждается по одной единственной причине, что все страшные злы на греков, все хотят их как-то наказать, и никто не знает как. Вот они и вышли бы из зоны евро, тем самым долги были бы, я не знаю, нивелированы. Нет, нет, они были бы сожжены, потому что Греция выходит из зоны евро. Значит, ее долги переводятся в Драхму по текущему курсу. После этого выясняется, что в Греции не производится ничего, кроме хорошего настроения. И второе, выясняется, что люди, которые знают, как имитировать национальную валюту и регулировать ее обращение, они уже давно на пенсии, их физически нет. После этого Драхма обесценивается раза в три на ровном месте, как белорусский рубль. И, дорогие друзья, а может проще просто обанкротить, чтобы как бы кошечка не мучилась. Потому что долги обесценятся. Что происходит при этом с Европой? Ведь что такое Евросоюз и, в частности, что такое зона евро? Это зона свободной охоты, точнее, зона гарантированного сбыта и потому гарантированной прибыли крупных европейских компаний, начиная с американских и кончая несчастным испанским СИАДом. Это зона, на которой они гарантированно собирают прибыль. И они своими руками врезают оттуда целый кусок, целую страну. Маленькую страну, бедную страну, а все равно покупают. Зачем нам лишаться собственного рынка сбыта? Зачем нам отдавать свой кусок туркам, китайцам, вьетнамцам и, не дай бог, даже русским? Зачем? Позиция абсолютно понятна. Хочется, конечно, как-то наказать этих греков, но им и так не сладко. Очень интересно с вами общаться. Я надеюсь, что вы будете частным гостем нашей программы. Я думаю, что и наши зрители зададут нам множество вопросов на нашем форуме и по телефону. Целый раздел ответа на вопрос. Я бы хотел последний вопрос задать нашей сегодняшней встрече. Он, возможно, самый сложный для вас, но надеюсь, что вы ответите очень понятно, четко. Ну, во всяком случае, если сможете ответить на него. Что нас ждет в ближайшие 4-5 лет? Я имею в виду экономику России. В ближайшие 4-5 лет экономику России, скорее всего, ждет дезорганизация, которая будет частью комплексного системного кризиса. Ее точно не произойдет в ближайшие два года, потому что потрясающий запас прочности. Возможно, что ее и не будет в 4-5 лет, если нефть будет стоить 500 долларов за баррель. Но я боюсь, что будет именно в ближайшие 3-5 лет. Может быть, 3-7 лет. Но это, к сожалению, будет неизбежно. Нам придется возвращаться от спекулятивной экономики производящей. Это будет крайне болезненное возвращение и крайне болезненное оздоровление государственной политики. Мы пережили системный кризис в 1991-м, пережили системный кризис в 1998-м. Никому это не надо. Но, к сожалению, если вы ходите босиком по снегу, то, как правило, вы простуживаетесь. Независимо от того, хотите вы простудиться или нет. Уважаемые зрители, на этом мы завершаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях был экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, который предрекает нам два стабильных экономических года. До свидания, до новых встреч. В эфире была программа «Международная панорама». «Международная панорама» «Международная панорама» «Международная панорама»